Добрый день! Канал Сербия Лайф и я его ведущий Олег. Сегодня я попытаюсь вам понятным и доходчивыми словами рассказать о сербском языке, на что стоит обратить внимание, как правильно учить, чего не надо делать и кому обращаться за помощью. Сразу же скажу, что я не верю в то, что человеку не дается сербский или какой-либо другой языки. Все идет от нашей лени и я тоже этим грешу, чего уж там скрывать. Просто надо понимать, что знание языка подразумевает ежедневные практики из месяца в месяц, из года в год. И если вы не готовы, то даже не пытайтесь этим заниматься или же поставьте себе минимальной целью заучить набор фраз туриста. Объясниться с врачом или автомехаником он явно не поможет, но, по крайней мере, не даст сдохнуть с голоду. Первое, что вы должны понимать, что сербский язык, чтобы вам не рассказывали всевозможные знатоки, на самом деле, крайне мало похож с русским. И несмотря на то, что слов одинаковых и даже схожих по значению полно, сербы все равно предпочтут называть свое жилище кучей, а не домом. А виноград гроджим. Есть, к примеру, простейшее и доступное и им, и нам слово багаж, но они упорно зовут его прутляк. И даже те слова, что и пишутся одинаково и имеют одно значение в наших странах, делают для нас совершенно непонятными смещение ударений и их произношение. Далеко и далеко, например. Давно и давно. А попробуйте их выхватить в разговорной фразе и правильно идентифицировать. Та еще проблема для начинающих. А слова обманки это вообще нечто. Возьмем к примеру слово прут. Для нас это однозначно водоем. Для сербов песчаная отмель или невысокий берег. А берегом в Сербии называют болото. Ну и? Вы по-прежнему считаете, что сербский язык несложный? Ну-ну. Я разговаривал с людьми, профессионально изучающих сербский по 10 и более лет. Люди со всякими научными степенями. Они говорят, что сами толком не знают, выучили ли они сербский или им только так кажется. Постоянная каждодневная практика больше ничего вам не поможет. А где взять ее? Эту самую практику в той же России, например. Ведь вам нужен кто-то, кто проговаривает фразы и слова сначала на русском языке, а затем на сербском. Причем желательно, чтобы это был носитель сербского языка. Как быть? Обращаться на этом этапе к индивидуальному преподавателю я считаю накладным и неоправданным. Зачем платить за азы, которые легко можно понять и изучить самому? Благо в интернете их полным-полно. Самый простейший и доходчивый способ бесплатно скачать с сайта book2.de аудиоуроки и слушать их как минимум месяц по паре часов в день. Вы удивитесь, как далеко вы продвинетесь в изучении сербского за этот месяц. Но не стоит все-таки сильно обольщаться. Вы только прочитали пролог книги под названием «Сербский язык» и стали немного понимать, как он звучит. После того, как вы по памяти сможете синхронно с говорящим переводить фразу сами, можно будет переходить к грамматике. И вот тут надо уже выбирать либо идти на индивидуальные занятия с преподавателем, или же запастись терпением и изучать все самому. Я учил сам. Долго и нудно. Посмотрите на мою библиотеку по сербскому языку. Некоторые книги раритетные, их не так-то просто найти. Но все это лишь капля в море по сравнению с тем, что я имею в электронном виде. Здесь присутствуют русско-сербский научно-технический справочник, тематический, юридический, военный, туристический, деловой, жаргонный, справочник городской жизни и многое-многое другое. Все то, что я собирал на протяжении 8 лет, живущих здесь. Так или иначе, в той или другой степени, все они мне неоднократно пригодились. Но даже несмотря на всю эту огромную базу, я частенько сталкивался с непонятными мне значениями и сочетаниями слов, иначе говоря фразеологизмами. Приведу вам маленький пример. Как я вам говорил уже не раз, моя соседка, учительница сербского языка и литературы. Задаю ей вопрос. Елена, как перевести эту строчку из песни Балашевича? Она мне отвечает. Не могу понять, о чем речь. Дай посмотреть целый куплет. Смотрит куплет, разводит руками. Мол, и сейчас неясно. Надо смотреть всю песню. Вы понимаете, о чем речь? И кто-то после этого говорит, что сербский язык легкий. И поэтому, когда меня спрашивают, как вы выучили сербский язык, я отвечаю, что я пока в процессе, и мое знание языка еще достаточно слабое, несмотря на то, что оно находится на уровне С1-С2. Я весьма спокойно решаю юридические вопросы с нотариусами и адвокатами. Иногда даже, как говорится, сам от себя тащусь. Но бывают моменты, когда от простого вопроса я путаюсь, как баран в очевидных вещах и отвечаю не в попад. Много читаю сербских статей, в основном на политические темы, порядка 50-70 в день. Иногда упражняюсь в онлайн-переводах телевизионных передач. Читаю книги на сербском, но я все равно не могу сказать, что я выучил сербский. Для меня это, скорее всего, недостижимо. Почему недостижимо? Да потому что чуть ли не каждый день я встречаю очередное новое слово. И мне смешно видеть, как всевозможные шарлатаны, мало-мальски познавшие азы сербского, начинают предлагать свои платные услуги. Давно уже доказано, что среднестатически только на изучение сербских падежей уходит полгода. И не факт, вообще не факт, что вы выучите их до конца. Полгода на падежи! Вы вдумайтесь в это и ответьте честно. Вы верите, что в Сербии много людей, досконально знающих сербский. На уровне штарадиш, бре, ебемте живот. Таких, думаю, полно. А настоящих знатоков-профессионалов хорошо, если с десяток наберется. Так что же делать, спросите вы? Работать и еще раз работать над языком. Много читать. Общаться обязательно с разными людьми из разных социальных групп. Чтоб не оказалось так, что в приличном обществе вы не сможете связать и пару слов без соединяющей псовки. Мата то есть. Помните, что на юге и севере разговаривают совсем по-разному, но вас поймут в любом случае, если ваша речь будет близка к той, что используется на телевидении. Сербы, как и россияне, заложники телевизора. Это им всем понятный местный эсперанто. Ну а если вы считаете, что достаточно знаете сербский, то проверьте себя прямо сейчас. Возьмите любую букву и быстренько назовите глаголы, начинающиеся с нее. Назвали 20? Да, безусловно. Вы молодец и вам есть что сказать людям. 30? Вы можете даже к чему-то научить. Знаете, на скидку 50? Снимаю шляпу. Вы просто профессор. Считаете, что это ерунда и скучно? Не вопрос. Сделаем текст повеселее. Берем пять любых песен Балашевича и переводим их за 15 минут. Этот тест проходят единицы, только лучшие из лучших. Но, с другой стороны, зачем изучать целые талмуды непонятных слов, если мы уже вроде как знаем самые основные и необходимые. В Нью-Йорке, например, есть целые районы, где русские живут десятки лет, не зная английского, языка и ничего. Все у них нормально. Что я могу тут сказать? Это вопрос вашего выбора. Мне здесь также встречаются люди, живущие по пять лет, со словарным запасом, привет и спасибо. Жить в другой стране и не знать, чем она дышит, ее проблемы и достоинства, радости и беды, если это ваш удел, то зачем вообще было переезжать куда-либо? Но в любом случае, счастье вашего незнания продлится совсем недолго. Уверенное знание сербского языка при получении ПМЖ очень скоро станет необходимым, как в той же Германии, и лучше начинать готовиться заранее, не надеясь на русский авось. Тяжело дается сербский по учебникам? Есть сербско-хорватский для ленивых, так и называется. Вставляйте наушник в ухо и слушайте нон-стоп. Затем Дракулич Прима, разговорный сербский в диалогах. И то и другое легко можно найти и скачать в интернете. Они настолько легки для понимания, что вы сами не заметите, как начнете через пару месяцев говорить на сербском. Разобраться более-менее в грамматике вам помогут самоучители Чарского и других авторов. Только не разрекламированная Просвирина. Она большинству дается с огромным трудом. Есть замечательная книга «Грамматика сербского языка для иностранцев». Вот это. В ней рассказано буквально все, но по какой-то дурости она написана на сербском языке, то есть на том, какой вы собираетесь изучать. Кому в голову пришла такая идея, мне непонятно. Но огромное спасибо тем, кто запустил нечто похожее в сеть. И найти его можно под названием «Боснийско-Хорватско-Сербский грамматический справочник Александра Ранель». Очень рекомендую. Ну, а если хотите бытовухи, так называемые свакодневницы, то есть то, как разговаривают сербы в простонародье, то тут вам поможет инстаграм. Я очень внимательно слежу за всеми теми, кто вскрывает для общества сербский язык, да и вообще сербию в целом. И в этом деле лидерами и моими фаворитами являются два аккаунта, где и я частенько нахожу для себя что-то новое. Естественно, моя голова не дом советов. И часто из нее вылетает все так же быстро, как и влетает. Поэтому в первые годы я чертил свои таблицы и нужные мне схемы. В инстаграме ничего чертить не надо. Достаточно просто сохранить нужное, а нужного там дают вполне себе слегкой. И этого вы не найдете ни в одном справочнике, уверяю вас, так как в справочниках превалирует княжевная направленность. Первый аккаунт называется «Школа сербского». Второй аккаунт «Живой сербский». Есть, конечно, и другие, но эти мне нравятся больше всего. Там и там присутствует система «Вопрос-ответ», но есть индивидуальные занятия и программы по продвинутому изучению языка. Правда, я в них, естественно, не участвовал. И их продуктивность мне неизвестна. Но самое главное, что есть огромное количество бесплатного материала и правил его применений в той или иной ситуации. Подача контента легкая и нескучная. Это, кстати, моя абсолютно бесплатная реклама им. Никто меня ни о чем не просил. Просто я ценю труд людей и вижу, что девки выкладываются по полной. За что им честь и хвала. Ну и последнее. Больше читайте. Я, например, начинал с Буковского, Геома Мюсо, Шелдона, Глуховского. Электронных версий книг на сербском на любой вкус тоже полно в интернете. Позже перешел на более серьезные вещи. Но это уже кому как нравится. Лично для себя сделал вывод, что лучше обладать более обширным запасом слов, чем зацикливаться на идеальном произношении и правилах. К тому же, как показывает практика, у сербов самих с грамматикой дела обстоят очень и очень неважно. А ваш акцент выдаст вас, если и не с первой минуты разговора, то со второй уж точно. И не забываем, что при чтении у человека очень сильно включается визуальная память, которая впоследствии сослужит вам добрую службу. То есть, не зная правил, вы по памяти будете говорить правильно. Но это, я повторюсь, выработается только при длительном чтении. На этом все. Всех вам благ. До новых встреч!